Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи, обзор рынков SwissQuot. И давайте мы сейчас посмотрим, как выглядели торговые идеи инвестиционные сегодня утром в глазах специалистов швейцарского банка SwissQuot. Что из этих идей реализовано, а что можно попробовать реализовать прямо сейчас. Я вот читаю очень интересный комментарий в чате. Вы не скромны себя, Виктор Смаль пишет, вы не скромны себя позиционируйте как первый канал. Нет, друзья, мы позиционируем себя лучше, чем первый канал. Utrade TV это первый канал, который случайно пока не на той кнопке, на которой он должен быть. Потому что ничего умнее, чем на Utrade TV на первом канале никогда не звучало, и я боюсь не прозвучить. Там все у них разборки, кто на ком женился, у кого какое ДНК, кто от кого родил. Я в шоке вообще. Первый канал вообще смотреть не могу. Как сяду, так сказать, если жена смотрит, я не могу. Я говорю, слушай, давай на что-нибудь другое переключим. Все, друзья, это меня отвлекли темы первого канала. Ну, вернемся. SwissQuot.Bank. Обзор рынков. На главном экране. Для Виктора Смаля специально говорю. На главном интернет-ресурсе Российской Федерации. Utrade.TV. Вот такая скромная подача у нас. Если не будешь сам себя любить, никто тебя любить не будет. Под главным экраном есть главный баннер. SwissQuot.Bank. Обзор рынков. Нажимаем на него, попадаем на страничку обзора. Сегодня он называется «Золото в течение дня». Целевая отметка 1897. Внизу нажимаем на ссылочку «Русский» на русском языке. И попадаем на страничку обзора. Ежедневный технический обзор за 22 число. Давайте посмотрим, коллеги, что видят по евро-доллару. Сегодня наши коллеги 1.18. Я думаю, что это Оксана договорилась, чтобы увидели 1.18. Поскольку она видит резкий обвал вниз. По евро. Направление выбрано верно. Сейчас снижается евро-доллар 1.18.41. Но я лично не верю. Я верю в рост еврика в ближайшее время. Но пока ни нашим, ни вашим. Ни 1.18. Ни 1.19. Нет, я не поддержу этот прогноз. Я вижу еврика наверх, коллеги. Далее. Фунт-доллар. А вот фунта видят швейцарцы. Наверх 1.32. Тут Оксана не договорилась. Да, она, наверное, и не договаривалась. Потому что ее интересует, прежде всего, евро. Она торгует евро-долларом. Ну и почему она торгует евро-долларом? Потому что это ведущая валютная пара мира. Более половины из 6 триллионов долларов ежесуточного оборота на Форексе. Вообще в сфере валютного обмена приходится на евро-доллар. Поэтому она сидит на широкой реке и ловит рыбу в широкой реке. Что, в общем-то, я считаю, очень грамотно. Но это не значит, что другие инструменты чем-то хуже. Просто, мне кажется, информационное поле евро-доллара самое широкое. И на русском, и на английском языках. Но в любом случае, конечно, лучший инструмент на финансовых рынках – это тот, на котором вы научились зарабатывать. Я рад, что Оксана научилась на этом инструменте зарабатывать. И она очень активно делится с нами своей мудростью. И мы, так сказать, с ее помощью хорошо зарабатываем. Смотрите, как мы заработали больше 100 пипсов на ее прогнозе понедельничном. Даже ролик так назывался у нас. Трейдер Оксана евро идет на 1.18.30. И мы здорово заработали. Все, друзья, дальше. Фунтик на 1.32 видят коллеги, а он снижается 1.30.93. Вот тоже не верю. Сейчас говорить вам, покупайте футдоллар на контртренде. Нет. Давайте оставим эту пару пока. Давайте посмотрим, насколько она снизится, отобьется. И я лично искал точку входа в покупку. В продаже я бы не участвовал. Прогноз с висквода в данном случае поддерживают. Хотя рынок идет против нас, так скажем. Доллар, японская иена. 105 ровно видят коллеги. Он идет наверх. 104.72. Ну вот у нас понятно, так сказать, дальнейший обзор. Он понятно будет как. Я вижу доллар вниз. Коллеги видят доллар наверх. Ну что, давайте подумаем, насколько это вероятно. Половину еще свечи не выкупили. Фундаментальных факторов на рост нет, но у нас и обзор называется технический обзор. Поэтому с технической точки зрения может ли продвинуться доллар, иена наверх? Да, конечно, может. Здесь до верхней границы и по горизонтальным уровням, и по тренду тут полно пространства. Ну поэтому по этой паре, например, ничего не скажу. Прогноз, вероятность дальнейшего роста на 105, тем более 28 пунктов осталось. Ну вполне себе допускаю, я бы не входил. Я поскольку жду, еще раз напомню, жду доллар на ослабление. Доллар-франк. Ну та же история. На 0.91.10 видят коллеги. Он идет на 0.9068. Вот франк, я и утром говорил в обзоре, что он тревожно пробился наверх, прямо сильно. Он превысил вчерашнее открытие. Вот по франку, наверное, да, прямо здесь, может быть, даже поддержу прогноз. Это какая-то отдельная история. Доллар по франку лезет. Может быть, это единственный случай, когда укрепление доллара поддержу. Еще, может быть, доллар, турецкая лера, посмотрим. Доллар канадец. 1.32.33 видят коллеги наверх. Нет, здесь однозначно не поддержу этот прогноз. Вижу доллар канадца вниз. На мой взгляд, целью является 1.3105. Далее, друзья. Австралийский доллар-доллар. 0.7045. Видят вниз. То есть тоже укрепление доллара. Австралиец снизился, цели не достиг. На половину уже отбился. И тут то же самое, коллеги. Верю, что надо искать точку входа в покупку австралийца. Ну, давайте включим часовой график. Рост, пробой вниз. Рост, пробой вниз. Ну, лои не обновляем, вы видите, да? Мы нигде не обновили лои. А ну, горизонтальный уровень, как выглядит? Тренд. Тоже не пробили вниз. Не прокололи, но отбиваемся. Нет, моя точка зрения тоже здесь имеет техническую аргументацию, что идем по австралийцу вверх. Этот прогноз не поддерживаю. Вот доллар-турецкая лера, 7.8510, мне кажется, интересно. Франки мы с вами обсуждали. А здесь он 7.8510, здесь он, наоборот, снижается, 7.78. Слушайте, сегодня трудный день. Сегодня трудный день. Нет, поддерживаю в данном случае прогноз, что доллар по турецкой лере будет расти. Не вижу я его вниз. Так, коллеги, преобладает риск понижения. 12.340. По загадочным причинам фонда падает. 12.340. А посмотрите. 12.340. Ровно в 12.340 мы утром ударились. Предыдущий лой. И я поздравляю специалистов Свисфодбанка с блестящим прогнозом. Молодцы. Цель достигнута. Прогноз реализован. А что делать дальше? Решать каждому из вас самостоятельно. S&P 500. Вниз 3370 пунктов, видят коллеги. Мы ударили внизу в 3409. Дальше не пошли. И мне кажется, мы будем отбиваться. Я не понимаю, почему фонда снижается. Я бы искал точку входа на покупку. Золото. Вниз 1897. Видят коллеги. Давайте смотреть. Мы вниз сходили. Достигли ли мы этой отметки? Нет. Не достигли. И мне кажется, не пойдем дальше. Я бы искал точку входа на покупку. Тем не менее. Серебро. Также вниз, видят коллеги. 2433. Давайте смотреть по серебру. Достигли ли мы этой отметки? С вами. Нет. Не достигли. И не верю, что пойдем дальше. Да. Вы скажете, в рамках теханализа. Вот мы ударились. Отбились. И пойдем ниже. Не верю. Не верю. Я считаю, пойдем на пробой коллеги. Не может избирательная кампания в США закончиться тихо-невно. Там два бойца. Они такие очень устойчивые. Имеют поддержку. Они схлестнутся. То, что вчера ничего не произошло, для меня удивительно. День прошел впустую. Они схлестнутся еще и не раз. Нефть. Сырая нефть. WTI 39-35. Тоже без всякого основания, на мой взгляд, она провалилась. Сегодня она показала 39-69. И тоже я не верю. На лоях цель не достигнута. И тоже я не верю. В дальнейшее снижение. Вижу, наоборот, нефть наверх в коллеги. Поэтому, на мой взгляд, подводя итог в целом. Ну, во-первых, поздравляю с реализованными прогнозами наших коллег. В целом, не верю в ослабление, в укрепление доллара в текущей ситуации. Жду его ослабления. Даже, может быть, особенно по тем инструментам, по которым он наиболее укрепился. Сейчас малейшая драка, малейший скандал. Ну, драка в политическом смысле. Виртуальном, скажем так. Малейший скандал. И то, что те инструменты, по которым доллар сильно укрепился, они гораздо сильнее пойдет пружина в обратную сторону в плане его снижения. Поэтому, коллеги, ждем. Ситуация новостная. Как только видим какой-то скандал, очередные разоблачения, поливание грязью среди кандидатов президента США. Все. Разворачиваемся, перебываемся и зарабатываем деньги на снижение доллара. Вот такой простой план дальнейшей торговли на основе обзоров с Вискотбанка. Ну, а каждый день утром приглашаю всех заходить по ссылочке у нас на сайте, смотреть эти обзоры и торговать по ним. Ну, а в 12 часов дня мы будем обсуждать ход этой торговли. Спасибо, коллеги. Всем удачи. Спасибо.